МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о последних событиях Могилёва. Новогодним гулянием Дан Старт. Главная ёлка области на площади Ленина уже сияет огоньками. Её зажжение стало эффектным шоу. Пока сказочная свита развлекала горожан, Дед Мороз спустился с крыши обл. исполкома и вместе со Снегурочкой зажёг самую высокую могилёвскую ёлку. Ну-ка, ёлка, раз, два, три, светом радости горит! Новогодние гуляния будут длиться несколько дней. 25 декабря на площади звёзд могилевчане смогут повеселиться на концерте, поучаствовать в развлекательных программах с весёлыми конкурсами, играми, песнями, танцами. Праздник состоится возле дочёта с 13 до 17 часов. А перед этим в Могилёве пройдёт шествие Дедов Морозов. По этой причине 25 декабря с 12.30 и почти до 2 часов дня по улице Первомайской и улице Миронова перекроют движение. Транспорт направят в объезд по улице Пионерской. А в новогоднюю ночь движение автобусов и троллейбусов будет бесперебойным. От полуночи до 5 часов утра пассажиров будут перевозить 10 автобусов и 14 троллейбусов. Работать будут и маршрутные такси. В городе объявлен конкурс по созданию логотипа к празднованию 750-летия Могилёва. Присылайте свои предложения по электронной почте. Адрес вы видите на экране. Или приносите в горы с полком по адресу. Могилёв, улица Первомайская, 28А, кабинет 715. Авторы лучших вариантов логотипа получат призы. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой летом встроенная, зелёная была. Хорошо известная песенка про вот эти лесные красавицы в преддверии Нового года. Они приходят в гости к нам, чтобы радовать и деток, и взрослых. В рубрике «По карману» расскажем, сколько будет стоить такая новогодняя ель и где её можно купить в городе Могилёве. На Новый год, конечно, как традиция, ёлка обязательно, стол праздничный. Всей семьёй соберёмся, конечно. В Могилёве заработали ёлочные базары. Для горожан лесхозы заготовили несколько тысяч лесных красавиц. Продавать их будут вплоть до праздничного вечера 31 декабря. Места продаж традиционные вблизи городских рынков и на привокзальной площади. Цена на самые популярные ели варьируется до метра. 5 рублей 70 копеек, от метра до двух – 7 рублей 50 копеек. Откуда ели? Ели из леса. Есть специальные вырубки, на которые добываются ели. То есть никакого вреда природе не приносится при добыче новогодних елей. А вот если вы пойдёте в лес и срубите ёлочку, это уже нарушение. И придётся заплатить штраф. Поэтому лесники при продаже сообщают покупателям важную информацию. Чек сохраняйте до приноса домой. Обязательно. Чтобы правильно выбрать новогоднее дерево, нужно знать несколько нехитрых правил. Насыщенный цвет, хвойный запах и дерево, с которого не осыпаются иголки, если им ударить о землю. Остальное – на вкус покупателя. Смотришь пышноту, чтобы красиво было. Не три веточки. Пышная, красивая. И первый год покупаем живую. Хотелось метра полтора побольше. Потому что так маленькая, метровая. Большая, красивая. Прадовать детей. Ну а радоваться лесным красавицам можно будет не только дома, но и на улице. Коммунальные службы города уже приступили к установке елей в спальных районах Могилёва. Вам в помощь наша ёлочная карта. Могилёвка. 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 Новый год – единственный праздник, который можно увидеть, услышать, понюхать и попробовать. У Нового года вкус оливье и запах мандаринов. О его приближении мы слышим отовсюду. Ну а увидеть Новый год помогает городская иллюминация. Готов ли Могилёв к Новому году? Программа «Встретимся у звездочёта» отправляется на поиски новогоднего настроения. Новогодняя иллюминация в Могилёве включается в 17.00. Кстати, в это же время праздничное настроение помогает создавать автомобили своими включёнными стоп-сигналами и габаритами. Они стоят в пробке, люди спешат домой, ну а вокруг новогоднее настроение. Самые яркие улицы города – это Первомайская, проспекты Мира и Пушкинский. Кстати, в этом году здесь появились новые украшения. Когда город спит с полвторого до полшестого, новогоднюю иллюминацию отключают. А когда могилевчане спешат на работу, праздничные огоньки снова горят почти до 9 утра. И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла. Наша главная ёлка – 37 метров в высоту. А вот сколько на ней фонариков, мы сами с вами вряд ли посчитаем. Поэтому спросим у специалиста Александр Якимович Любченко, главный инженер предприятия «Горсвет». Александр Якимович, так всё-таки сколько фонариков на нашей ёлке? Где-то пределах более 3,5 тысяч лампочек. Все лампочки светодиодные, они раздрагающие. Мы постоянно, каждый год пользуемся этими лампочками нашего завода. Могилёвские даже может быть. Да, Могилёвские. Наши завода – технопробор. А знаете ли вы, что нашу главную ёлку украшают 6 километров светодиодных гирлянд? Ну, всё суммировать. Ну, допустим, 20 киловатт, там, допустим, 20 за всё варенье, не больше. То есть вот за 2 и вот этих вот 3, получается, да, недели? Да. Наверное, месяц, да? То есть вот за весь месяц, да? Это всё продукция, которая вот повесена. Раньше-то это было, когда было лампочек и выстаривание. Они, конечно, много больше брали, а то в разы больше. Праздничными огоньками засиял и Пушкинский мост. Фонарные столбы обвили световые кружева. Не подкупились в этом году на новогоднюю иллюминацию городские предприятия и организации. Чего тут только нету. И звери, и музыкальные инструменты, и вот такие вот снеговички. Одним словом, настоящий световой оазис. Могилёв к Новому году готов. И чтобы это понять, вовсе не обязательно ехать в центр. Всякого проезжающего по Минскому шоссе путника встречает вот такой вот зверь лесной и приветственно машет лапой. Говорит, с наступающим! А вот давайте-ка мы посмотрим, из чего вообще создают вот такая вот композиция? То есть, что внутри? Каркас сделан с металла, а всё, по-сому-то, с электродиодами является лампочкой. Они светятся, очень прочные, значит, от поражения здесь низкое напряжение 24 вольта. И очень мало берут энергию. Здесь, в том числе, конструкция получается, где-то в узелах, ну, три лампочки, которые были леча, пользуя порсира. Бесспорно, теперь в Могилёве стало ещё больше интересных и красивых мест, где можно сделать селфи так, что вооружаетесь современными гаджетами, чтобы запечатлеть новогоднее настроение. В ближайшее время в Могилёве появится ещё больше ярких украшений, но очень вас просим, бережно относитесь к световым декорациям. Не стоит залезать на них и прислоняться. Так мы все вместе надолго сохраним новогоднее настроение в нашем городе. До Нового года остались считанные дни. Все мы ожидаем чудес, радости и, конечно, новогодних подарков. Программа «Встретимся у звездочёта» первой заглянет под ёлочку и узнает, что же могилевчане подготовили друг другу в качестве новогодних подарков. Всё о новогодних предпочтениях горожан знают продавцы. И они утверждают, что ближе к концу декабря самыми людными становятся отделы детских игрушек. Новый год, как правило, чаще всего ассоциируется с детским новогодним праздником. Поэтому и преимущество больше всего у игрушек. Очень много сегодня представлено тематической продукции, как непосредственно традиционной, так и значимой для следующего года, года петуха. Петушки керамические, шерстяные и хрустальные. Символы Нового года расходятся на подарки коллегам и знакомым. А вот для детей берут подарки посущественней и подороже. То, что сейчас рекламируют, то, в принципе, и пользуются спросом. Полесье очень хорошо у нас пользуются спросом. Тоже наши белорусские товары. А вы уже сами купили подарки себе? Да, уже купила. Именно вот конструктор купила тоже внучки на Новый год. И купила полеський стульчик тоже такой. Это заказывали? Заказывали Деду Морозу, поэтому уже все приобретено. Бабушка Мороза. Бабушка Мороза будет, да. А вот что могилевчане загадывают получить от Деда Мороза под Новый год. Хочу новый автомобиль. Где такого Дедушка Мороза найти? Овчарку. Настоящую? Хочу пока хаску игрушечную. Я хочу стать полицейским. И собака тебе очень пригодится? Да. Уже такое, не подарки такие, как сказать, материальные, а духовные подарки мы хотим получать от Деда Мороза. Хорошо, спасибо. А вы бы что сами хотите подарить и получить в Новый год? Пополнение в семье. Это самый главный подарок. Конечно, чудесные планы и возможности, которые приходят в жизнь вместе с Новым годом, не зависят от денег. Тем не менее, торговая сеть охотно обменивает радостные эмоции покупателей на денежные купюры в своих кассах. На повышение продаж ориентированы и предновогодние скидки. К примеру, елочку 2 января уже никто не купит. Потому и скидки на новогоднюю продукцию существенные, несмотря на актуальность товара. Два десятка гостей, 6 часов прямого эфира. Мы готовимся к телемарафону «Согреем детские сердца». Это наш второй опыт. Первый шаг мы сделали в прошлом году. И надеемся, что вы присоединитесь. Основные гости благотворительного телемарафона – это, конечно же, спонсоры и организации предприятий региона, общественные организации, трудовые коллективы и все желающие, которые собирают средства на лечение и реабилитацию больных детей, закупают оборудование, устраивают утренники и дарят подарки. Вокалистки из могилевского коллектива «Радуга» участники телемарафона готовят свой детский подарок – песню «Любовь и доброта». Выбор неслучайный. Девочки хотят поддержать своих сверстников. Доброта – это когда люди помогают друг другу, ведут себя хорошо друг с другом. А благотворительность – вот что такое в твоем понимании? Это, ну, как бы, люди своей добротой, как бы, помогают тем, кто нуждается. Вот ты бы кому помогала? Может, люди, которые заболели, у них нет денег на лечение, можно им помочь чем-то как-то. Сиротам без родителей. В рамках телемарафона «Согреем детские сердца» будут собирать деньги для трехлетней могилевчанки Златы. У девочки очень редкое врожденное заболевание. Кишечная, энтеральная недостаточность. Попытки накормить его фактически невозможны. Злата родилась на вид обычным ребенком. Зефирные ручки и ножки, хороший аппетит на грудном вскармливании. Быстро набирала вес, но в восемь месяцев начались проблемы с пищеварением. И постепенно девочка отказалась кушать. Ты даже как родитель отрицаешь такое заболевание, ты не веришь. И когда мы свалились, конечно, как любая мама пыталась. На супчик, на красную рыбку. Не хочешь этот, на ягодку. Она хотела, она хочет, и она очень такая, да и ты, аппетитная девочка. Тут хочет, тут хочет, а тут нет. Он возьмет, но оно просто все становится и резко усугубит ситуацию. Сейчас жизнь Златы зависит от капельниц. Девочка в реанимации. Чтобы накормить ее организм полезными веществами, питание должно поступать постоянно. За этим врачи следят круглосуточно. Есть в Москве республиканский научно-детский центр, где именно есть отделение, специализирующее на оказание помощи детям с подобной патологией. Это их работа, так сказать. Возможности улучшить и вернуть хотя бы ребенка. Воздоровление здесь речи полно не идет, но речь идет о улучшении качества жизни. Она просто должна жить и есть. У нее сердце нормально, у нее мозг. Вот такие детки. Он то может, то не может. Телемарафон проводится совместно с Могилевским отделением Белорусского детского фонда. Деньги все желающие могут перечислять на счет фонда. В прошлом году общими усилиями собрали около 400 миллионов нединаминированных рублей. Например, получилось приобрести три дорогие инвалидные коляски и передать их семьям. Письмо Деду Морозу. Одна из самых приятных новогодних детских традиций. А еще приятнее, когда мечты сбываются. До новогодней сказки осталось совсем немного времени. А значит, самое время написать на бумаге свои самые заветные желания. Итак, о чем же мечтают маленькие могилевчане? Чтобы узнать это, мы отправляемся в среднюю школу номер 40. Итак, сегодня мы с вами пишем письмо Деду Морозу. В этом письме вы должны выразить самое яркое свое мечто, самое большое желание, которое вы хотите, чтобы исполнилось именно в этом году. А теперь просто пальцы. А как пишется раскладной домик? Раскладной домик. Расскажи, чего ты попросила у Деда Мороза на этот Новый год? Я хочу, чтобы у меня были коньки фигурные. Я просто сейчас хочу научиться кататься, чтобы они у меня были. Гироскутер. А почему гироскутер? Ну, чтобы передвигаться было легче. У меня есть велосипед, но я его отдам маме. На гироскутере будешь в школу ездить? Нет, нет, так кататься просто. Чего же вы просили у Деда Мороза на Новый год в вашем детстве? Ну, в наше детство мы, конечно, просили игрушек, потому что в то время их было очень мало. И в основном, конечно, нам хотелось, ну, как девочки, наверное, куклы, где-то, может, красивую одежду. То, чего было мало. А чего сегодня просите на Новый год? Ну, сегодня, с учетом, наверное, возраста, просим мы уже для семьи счастья, здоровья. Гироскутер. На нем кататься умеешь? Да. Айфон 5С. Айфон 5С. А что бы ты попросил для мамы, папы, в общем, для близких людей тебе? Папе машину. А маме счастья и здоровья. Хотел для своей собаки лежанку и всем счастье. А ты что? А я хотела, чтобы в этом году поехать фиги. А могу я почитать твое письмо? Можно? Ну, давай прочитаем. Дорогой Дедушка Мороз, я в этом году очень хорошо себя вела, правда? Честно? Да. Молодец. Принеси мне, пожалуйста, шарики Банчемс. Банчемс. Это что? Это такие липучки. Угу. А расскажи мне, пожалуйста, чего ты просила в прошлом году у Деда Мороза? В прошлом году я просила санки и лыжи. И как подарили тебе санки и лыжи? Да, я этой зимой Сашку катала на санках, а на лыжах сама с горки каталась. Ну, прочитай. Дорогой Дедушка Мороз, если у тебя есть возможность, пожалуйста, подари мне пластмассовый образ для занятий гимнастикой. Для мамы набор для скраб-букинга. Папе флешку, бабушке ежедневник, дедушке растения для аквариума. Ну что, вы готовы? Да. Письма готовы? Да. Значит, мы их сейчас все вкладываем в конверт, подписываем и отправляем Деду Морозу. Да? Да. Конверт с пометкой «Деду Морозу» отправляем в почтовый ящик. Если вы не знаете адрес резиденции, не проблема. Чтобы письмо дошло адресату, достаточно надписи «Дедушке Морозу». Точной статистики нет, но могилевчане пишут письма Деду Морозу. Некоторые одни может быть и 15 писем, некоторые одни может быть пару, два, три. Сегодня у нас четыре письма, которые детки отправляют в адрес Деда Мороза. Но здесь у нас есть письмо даже в адрес Снегурочки адресованное. И вот, судя по большому конверту, можно сделать предположение, что в этом конверте ребенок не только написал письмо Деду Морозу, но также вложил сюда свою картинку. А мы продолжаем пополнять список заветных желаний могилевчан. Для этого мы вышли с опросом на улицы города. Отчего желаете себе и близким в новом году? Ну, наверное, самое первое – это здоровье, успехов во всем. Сейчас, когда еще учеба идет, это самое главное – оценки, знания, чтобы все хорошо было. Чтоб мечта сбылась, которую загадаю. А вы расскажете нам о ней? Ну, если расскажу, она не сбудется. Даже я не знаю. Ну, наверное, даже и нет. Главное, чтобы просто были все рядом, близкие. Побольше денег и зарплата, чтобы было больше. Спасибо. Письма отправлены, желания загаданы. Ну, а мы желаем вам, чтобы ваши мечты сбывались. С наступающим Новым годом и встретимся у звездочета. Елочные игрушки своими руками. Музей этнографии Могилева предлагает вспомнить давно позабытые традиции. Я все просчитывала по 5 миллиметров. Сейчас соединю и буду вырезать. А это сложно делать? Нет, ни капельки. Дайте мне, пожалуйста, ножницы. Пожалуйста. Вот вам нож. Спасибо. Первое украшение для елки – фигура в виде солнца. Сейчас его не так много, как хотелось бы. Да и тепла семейного такие игрушки только прибавят. Юные мастерицы старательно расчерчивают, сгибают, вырезают и склеивают. Для самого лучшего и лучезарного солнышка важно абсолютно все. Даже выбор тесемочки, на которой будет висеть игрушка. Они разные по цвету, поэтому тесемочки я вам передам, а вы вытяните ту, которая вам по цвету нужна. Начнем с тебя. Вытаскивай. Из квадратиков бумаги одно за одним рождаются солнышки. У каждого оно свое. С частичкой добра и теплого предчувствия Нового года. Оно солнечное получилось. На елке оно будет красиво смотреться. Это цвет травы, зелени. Мне очень нравится трава. У меня разные игрушки. А бумажное пока ты на елку не вешала никогда? Не вешала никогда. А может в этом году? Наверное, да, повешу. В 50-е-60-е годы прошлого столетия мастерить игрушки своими руками было для многих семейной традицией. Дело и увлекательное, в то время еще и вынужденное. Раздобыть стеклянных зайцев и снеговиков удавалось далеко не многим. И, может быть, наши занятия по изготовлению станут таким штришком, который позволит возобновить такие теплые новогодние, предновогодние отношения в семье. Потому что есть такое понятие – праздник, ожидание праздника. Эти дети непременно поделятся своими умениями с родителями, которым, кстати, ох, как не помешает вспомнить про рукотворные гирлянды и фонарики. Какой будет у нас фонарик? Оранжевый? Оранжевый. Оранжевый. Хорошо. Ну что ж, приступим. Фонарик у нас получился вот какой-то вот такой. Ну, может быть, не совсем симпатичный, но все-таки это первый раз. А вот детской фантазии можно только позавидовать. Ну, мы их придумываем. Из головы. Мы можем сделать шишку, можем сделать птичку. Очень много разных. Финальный аккорд самый приятный. Созданные своими руками игрушки отправляются на почетное место. Музейная елка для ребят теперь предмет настоящей гордости. Если хотите с помощью вея сообщить кавалеру о том, что ваши мысли всегда снигут, необходимо наполовину открыть вея и несколько раз легко провести в полку. Кадетский бал, все такое связанное с этим, меня напоминает Новый год. Мы занимались танцами, готовились к балу к этому очень долго. Ощущаешь себя какой-то принцессой. Рядом столько красивых парней. Ну, они как-то более мужественней, чем простые парни. Тебе это нравится? Да, очень. Это большая честь с ними общаться. Сокурсникам хотел бы пожелать здоровья, счастья и чтобы поступили куда хотели. По себе, чтобы тоже цель себе задал ее добиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»